Продолжая просветительские традиции своих основателей, сегодня библиотека читальной имени Тургенева предлагает столичным жителям разнообразные программы и мероприятия. Здесь бесплатно работают кружки немецкого и французского языков, проводятся экскурсии для тех, кто интересуется москвоведением, лекции по истории, искусству, театру и кино и многое другое. Традиции просветительства в Тургеневке были фактически заложены изначально. Как установила одна моя сотрудница, к сожалению, сейчас она не покойная, народные университеты, было такое начинание до революции, как раз проходили части у нас в библиотеке. Здесь читали, например, лекции такие, как Сокомнин, такие, как Николай Бродский, знаменитый Тургеневед, он, кстати, потом будет в Тургеневке уступать и через многие годы. Так что, можно сказать, мы продолжаем традицию. Затем у нас были знаменитые тургеневские вторники, это, значит, ведемся на начало от выступления Пастернака, а потом в 50-е годы они стали регулярными. Ну вот это идет продолжение. Традиционные формы просветительской работы в Тургеневке год от года усложняются, наполняются новым содержанием. А их современный и привлекательный формат все больше завоевывает внимание читателей самого разного возраста. Так, с осени 2011 года для любителей истории в библиотеке открыт лекторий. По замыслу организаторов интеллектуальное пространство для свободного обмена исторической и общественной информацией. В форме бесед, дискуссий, презентаций преподаватели и ведущие специалисты академических вузов, ученые и эксперты знакомят слушателей с событиями всеобщей и отечественной истории, делятся знанием о современной жизни и происходящих в ней процессах. Вслед за историческим лекторием по просьбе читателей в прошлом году Тургеневка запустила еще один проект «Образовательная среда». Раз в год, в день рождения нашей библиотеки, Татьяна Геевна завела традицию устраивать встречи с читателями, где они высказывают свои пожелания на дальнейшую деятельность библиотеки. Вот высказано такое пожелание, чтобы специально для пенсионеров, людей, которые свободны днем, устраивать такие вот интересные познавательные лекции именно где-то вот не поздно, часа в два-три. И мы решили, что мы будем проводить несколько раз в месяц, в среду, почему называется «Образовательная среда», вот такие вот лекции читать будем своими силами. Профессионализм сотрудников отдела мемориальной работы и богатейшие фонды библиотеки открыли новые возможности. И совсем скоро у «Образовательной среды» появилась и своя постоянная аудитория слушателей. Только я появился, сразу мне сказали взяться за этот проект. Сначала так предложили, ненавязчиво, а потом вот оказалось, что этот проект на мои плечи упал. Чем я, кстати говоря, очень доволен, потому что это возможность общаться с большим количеством людей, с широкой аудиторией, в основном, конечно, пожилого возраста, но это самая благодарная аудитория. Всегда довольны, всегда улыбаются, всегда аплодируют. Ну и, собственно, мне предоставили широкие возможности в выборе тем. Тут и история, и иногда даже политика, особенно тут баталии кипят ожесточенные, если речь идет о Сталине или о Советском Союзе. Ну и, конечно, любимая тема кино. Они нам как-то дают возможность систематизировать и те знания, которые у нас есть, а, кроме того, и дают возможность непосредственно в виде слайдов посмотреть те или иные события, которые происходили в истории. Просвещая своих читателей, сотрудники Тургеневки активно используют все возможные современные технологии и ресурсы, такие, например, как мультимедиа и интернет. Так, естественным продолжением образовательного лектория стала виртуальная выставка, созданная к юбилею Отечественной войны 1812 года. Она не только знакомит с историческими событиями, выдающимися деятелями, но в первую очередь представляет редкие издания из фондов библиотеки. Она состоит из нескольких подразделов. Это, во-первых, полководцы. Тут мы можем и о Наполеоне узнать, и о Багратионе, и о Кутузове, само собой разумеется. Вот огромное изображение. Дальше идет по хронологии, по хронологии событий, хронологии войны. Это первые бои до Смоленска, Бородинское сражение, естественно, с большим количеством иллюстраций. И все это заканчивается изгнанием французов из Москвы. И в самом финале можно посмотреть на карикатуры тех времен, на Наполеона и на войну 1912 года. Вместе со своими читателями специалисты Тургеневки выходят в город. Проводят авторские экскурсии по библиотеке и ее окрестностям, где сохранились уникальные памятники архитектурного и историко-культурного наследия. А с конца апреля у всех желающих появится возможность выйти за пределы Красносельского района и начать знакомство с культурой и традициями других стран. Тургеневка открывает новой лекторией по страноведению «Умная Москва». Проблемы образования и просвещения требуют особого осмысления. Не случайно в нынешнем году эта тема была выбрана главной для интеллектуальной библиотечной конференции в формате ТЭД, которая в библиотеке читальной имени Тургенева проводилась уже в третий раз. По мнению специалистов, в современном обществе коренным образом меняются суть и технологии образовательного процесса. Появляются новые формы получения информации, а в связи с этим меняется роль библиотеки, расширяются ее возможности. Что такое менеджмент знаний и образовательная среда? Что нужно делать, чтобы стать центром современного неформального образования, привлекательным местом для людей самых разных профессий и интересов? Свои идеи высказывали профессионалы и эксперты в области науки, культуры, искусства, технологий, дизайна, бизнеса, средств массовой информации. Всего 10 минут для того, чтобы убедить, сформулировать мысль достойной распространения. Невозможно заставить силой влюбиться, невозможно заставить силой образовываться и невозможно заставить силой просвещаться. Должна быть создана такая открытая среда, где бы человек хотел все это делать и любить, и образовываться, и просвещаться. Первые шаги, которые делают библиотеки, это развитие среды, то есть предоставление места, недвижимости, которые у них есть, для того, чтобы люди могли там встречаться. Но библиотекари могут сделать гораздо больше. Во-первых, библиотекари — это одна из немногих, может быть, каст, может быть, социальных сетей общемировых, которая объединяет сотни тысяч, может быть, миллионы человек, и все эти люди разделяют некоторые общие ценности. У этих людей есть определенные навыки в области управления знаниями, то есть в области применения того, что человечество наработало, для решения конкретных проблем. И не исключено, что именно библиотеки, осознав вот эту вот свою миссию «изменить и перестроить мир», приняв на себя, может быть, какие-то новые титулы, может быть, новую одежду, униформу, манеру поведения, начнут не просто нести свет знаний, эта задача уже решена, люди уже получили интернет, где есть практически все знания, которые могут понадобиться, но начнут эти знания применять и помогать применять. Разнообразие культурно-просветительских программ библиотеки читальни имени Тургенева и ее опыт создания нового информационно-культурного пространства могут стать хорошим подспорьем для многих российских библиотек. Тургеневка открыта для общения и сотрудничества. Все события и мероприятия она широко освещает в популярных блогах и социальных сетях. Вместе со своими партнерами готова поддерживать интересные проекты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова